Самые полезные комнатные растения. Растения перерабатывают углекислый газ в кислород, радуют глаз и освежают интерьер. А у некоторых из них есть суперсилы очищать воздух от вредных веществ, лечить и избавлять от депрессии. Рассказываем о «зеленых героях», которые приживутся в каждой квартире. Хлорофитум. Суперсила очищает воздух, повышает уровень влажности. Хлорофитум убивает бактерии и вирусы. Очищает воздух от вредных примесей – ацетона, формальдегида, свинца, паров ртути. Если расставить хлорофитумы по квартире, дышать станет ощутимо легче. У хлорофитума есть еще одно интересное свойство – он накапливает влагу в листьях, а затем выделяет ее в воздух. Это полезно зимой, когда из-за отопления снижается влажность воздуха в квартире. Уход – хлорофитум неприхотлив и выживет практически в любых условиях. Но чтобы он хорошо выглядел, нужна температура от плюс 18 до плюс 22 градусов Цельсия, обильный полив и яркий, но не прямой солнечный свет. Алоэ вера – суперсила, помогает заживлять раны и ожоги. Алоэ вера сажают, чтобы под рукой всегда было средство для заживления ран и ожогов. Для лечения используют сок, который наносит на поврежденный участок кожи. Считается, что при приеме внутрь он еще и помогает от колитов, гастрита, головных болей и неврозов. Прежде чем пить сок алоэ вера и наносить его на кожу, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Есть противопоказания и риск возникновения аллергии. Уход – поливать раз в 4-5 дней. Алоэ вера любит солнце, поэтому его не ставят в затененных углах. Свет должен быть яркий, но не прямой, иначе листья выгорят, станут более узкими, местами поменяют цвет. Зимой оптимальная температура от плюс 12 до плюс 16 градусов Цельсия. Сансивиерия. Суперсила – очищает воздух от вредных примесей. Сансивиерия известна под названием «тещин язык». Растение неприхотливое, а пользу приносит огромную, поглощает из воздуха формальдегид и другие вредные вещества, которые выделяют оконные рамы, мебель, отделочные материалы. Взамен выдает кислород. Уход – желательно поставить сансивиерию в светлом месте, но и в тени она будет чувствовать себя нормально. Поливают от раза в неделю до раза в месяц, в зависимости от сезона. Сансивиерия погибнет, если температура воздуха упадет ниже плюс 10 градусов Цельсия. Хорошо себя чувствует при комнатной температуре. Хамидорея. Суперсила – очищает воздух от вредных примесей. Хамидорию также называют бамбуковой пальмой. Она эффектно смотрится в интерьере, а еще увлажняет воздух и очищает его от формальдегида и бензола. Уход – любит умеренное освещение, прохладу, хорошо растет при температуре от плюс 12 до плюс 20 градусов Цельсия. А вот резкие перепады температуры не для нее, поэтому хамидорию берегут от сквозняков. А еще опрыскивают каждый день и следят, чтобы почва была слегка влажной. Комнатная мята. Суперсила – отгоняет насекомых, успокаивает, тонизирует. Комнатную мяту сажают ради приятного запаха и ароматного чая. В народной медицине мятой лечат простуду и грипп, нарушение пищеварения, отеки, нервозы. Свежие листья прикладывают к ранам. Чай на основе мяты успокаивает и одновременно тонизирует. Уход. Мята любит яркий, но не прямой свет. Комфортная температура колеблется от плюс 12 до плюс 22 градусов Цельсия в зависимости от сезона. Поливают мяту раз в 3-4 дня, а в жару еще и опрыскивают водой. Фикус. Суперсила – очищает воздух от вредных примесей. Фикус забирает из воздуха фенол и бензол, которые попадают в квартиру с улицы или выделяются из мебели и отделочных материалов. Фикусу приписывают лечебные свойства. В народной медицине его используют против воспалительных заболеваний. Но здесь стоит проявить осторожность. Бывает, что фикус вызывает аллергию. По этой же причине его ставят так, чтобы питомцы не могли попробовать его на вкус. Фикус. Уход. Фикус предпочитает рассеянный, яркий свет. Хорошо себя чувствует при температуре от плюс 16 до плюс 28 градусов Цельсия в зависимости от сезона. Любит влажный воздух, поэтому зимой его опрыскивают водой. Поливают 2-3 раза в неделю. Бегония. Суперсила – очищает воздух, убивает бактерии и вирусы. Бегония – красивое и неприхотливое цветущее растение. Ее ставят на подоконниках в комнатах и на балконе, она выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы. Еще она способна поглощать вредные вещества из воздуха. Если в доме курят, бегония пригодится. Бегонии приписывают лечебные свойства, ее используют, чтобы нормализовать сон, понизить давление, вылечить заболевания дыхательной системы. Только осторожно, как любое растительное средство, она навредит, если нарушить дозировку, способ приготовления или проигнорировать противопоказания. Бегонию держат подальше от животных и маленьких детей, листья и сок растения ядовиты. Уход. Бегония предпочитает – яркий рассеянный свет. Хорошо растет при температуре от плюс 16 до плюс 24 градусов Цельсия. Ее поливают, когда почва в горшке подсыхает и следят, чтобы она не была слишком мокрой или сухой. Если воздух сухой, опрыскивают водой. Цитрусовый. Суперсила – убивают бактерии и вирусы, тонизируют, успокаивают, улучшают концентрацию внимания. Миниатюрные деревца с апельсинами, мандаринами и лимонами украшают интерьер. Это не единственное полезное свойство, благодаря содержащимся в листьях фитонцидам они убивают болезнетворные микроорганизмы. А эфирные масла этих растений успокаивают, нормализуют сон, улучшают работоспособность и заряжают оптимизмом. У цитрусовых есть недостаток – плодоносящие деревца стоит от 2000 рублей. Чтобы сэкономить, их выращивают из косточек. Уход – цитрусовые предпочитают рассеянный, яркий свет. Живут при температуре от плюс 16 до плюс 26 градусов Цельсия в зависимости от сезона. Не любят резкие перепады температуры или освещения, чуть что – сбрасывают листья. Любят влажный воздух, поэтому их опрыскивают и следят, чтобы почва не пересыхала. Эвкалипт лимонный. Суперсила – отпугивает мух и комаров, убивает бактерии и вирусы, лечит простуду и воспаление. Эвкалипт знаменит благодаря своему эфирному маслу. Его используют, чтобы лечить простуду, грипп, стоматит и фурункулез. А для профилактики респираторных заболеваний растирают листок в ладонях и вдыхают ароматный воздух. Эвкалипт выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворных микроорганизмов, а его запах отпугивает мух и комаров. Одно но ставят его так, чтобы ни дети, ни питомцы не дотянулись. Если пожевать листья, можно отравиться. Уход. Эвкалипт предпочитает яркие, прямые солнечные лучи и температуру от плюс 16 до плюс 26 градусов Цельсия. Любит влажный воздух, но опрыскивание переносит плохо. Чтобы обеспечить подходящий уровень влажности, горшок с растением ставят на поддон с влажным керамзитом или торфом. Следят, чтобы почва не пересыхала, но и не заливают растения. Герань. Суперсила, убивает бактерии и вирусы, отгоняет насекомых, успокаивает, обезболивает. Герань выделяет в воздух фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии и вирусы. Еще она отгоняет мух и комаров. В народной медицине ее применяют как успокоительное и обезболивающее средство. Говорят, что она помогает от воспалений, понижает артериальное давление и даже лечит бесплодие. Как и любое растительное средство, ее принимают осторожно и сначала спрашивают совета у врача. Герань используют в косметологии как антивозрастную добавку к уходовым средствам. Уход предпочитает яркое освещение. В жару герань все же убирают с подоконника, а вот в остальные дни ей там комфортно. Комфортная температура колеблется от плюс 12 до плюс 27 градусов Цельсия. Герань поливают раз в 7-10 дней. Розмарин Суперсила, убивает бактерии и вирусы, отгоняет насекомых, помогает от различных заболеваний, улучшает состояние кожи и волос. Розмарин часто встречается на кухонных подоконниках. Это популярная приправа, прекрасно подходящая к блюдам из мяса и рыбы. Помимо вкуса розмарин знаменит бактерицидными свойствами. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, головных болях, нарушениях обмена веществ. Эфирное масло используют для обработки раны в косметологии. Розмарин убивает вредоносные бактерии в воздухе, поэтому его ставят в спальнях и детских. Отгоняет насекомых, мух, комаров. Уход, любит яркое освещение. Предпочитает комнатную температуру, при этом не переносит резких перепадов и сквозняков. Розмарин не боится засухи, поэтому зимой его поливают раз в две недели. Летом и весной, немного чаще, чтобы почва была слегка влажной. Аглаонима. Суперсила очищает воздух, повышает работоспособность, успокаивает. Аглаониму за то, что она поглощает талуол и бензол из воздуха. Это свойство пригодится не только в квартире, но и в офисе, где качество отделочных материалов оставляет желать лучшего и постоянно работает оргтехника. Аглаонима выделяет в воздух вещества, которые помогают сконцентрироваться и снимают стресс. Есть и недостаток. Аглаонима ядовита. Ее прячут от детей и питомцев, а после ухода за ней тщательно моют руки. Уход. Аглаониму ставят в тени. Она предпочитает температуру от плюс 25 до плюс 27 градусов Цельсия. Любит влажный воздух, поэтому ее опрыскивают водой. Поливают, когда подсыхает верхний слой почвы. Спасибо за просмотр, если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока.